Всем привет! Я Лена Григорьева. Я рада приветствовать вас в этом видео, в этом цикле и хочу пригласить вас на свой курс Живой Животик. Ссылка в описании к этому видео. И сейчас в этом видео мы с вами разберем движение живота сверху вниз. Эта волна называется belly roll и волна, как и любая другая волна, это последовательность выполнения движения. То есть мы не перескакиваем с одной части тела на другую, а плавно опускаемся сверху вниз, чередуем напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. И таким образом визуально это движение будет выглядеть у нас как волна. На прошлом уроке, в прошлом видео мы с вами разобрали технику напряжения, расслабления отделов живота. Если вы не видели, посмотрите этот урок, потому что сейчас сделать у вас не получится, если вы еще не овладели этой техникой, если вы не наладили связь со своим животом. Сейчас мы уже прорабатываем именно красивую технически выполненную волну из тех движений, которые мы уже умеем с вами делать. Ну что, давайте попробуем. Начинаем волну, так как она у нас сверху вниз, мы ее начинаем сверху напряжением мышц верхнего отдела живота. В тот момент, когда у нас верхний отдел живота напрягается, у нас два остальных, средний и нижний, немножечко растягиваются, да? Вот у нас напрягается верхний отдел животика, затем мы уводим напряжение в средний отдел животика, и затем мы уводим напряжение в нижний отдел животика. Давайте еще раз попробуем. То есть передаем напряжение. Вверх, серединка, низ. Расслабилась. Вверх, серединка, низ. Расслабилась. Вверх, серединка, низ. Вверх, серединка, низ. подтянула вверх серединка низ хорошо если у вас вы чувствуете что ничего не происходит продолжайте отправлять вот это намерение то есть когда у нас двигается рука мы об этом в принципе не задумаемся но тем не менее у нас прежде чем руку поднять у нас приходит сигнал от мозга это происходит уже неосознанно быстро для нас это привычное движение здесь у нас движение непривычные но сигнал от мозга мы должны посылать до тех пор пока он сюда не дойдет и не простроится эта нейронная связь каким образом мы это делаем я вам рассказывал в предыдущем видео сейчас мы точно также попробуем это сделать с руками если вы не чувствуете ничего сядьте в удобную позу так чтобы у вас животик не натягивался а расслабился прям расслабьте спинку почувствуете расслабление во всем животе и начинайте вот прям руками как кошечка продавливаешь но не просто продавливаешь а пытаешься именно напрячь эту часть тела давайте попробуем сделали вдох выдох расслабились сосредоточились и отправляем свое намерение на запуск этого движения напрягаем ручкой прям продавливаю серединка низ верхушечка серединка низ верхушечка серединка низ верхушечка серединка низ Раз, два, три. По отдельчикам. Раз, два, три. Расслабила. Раз, два, три. Расслабила. Раз, два, три. Отлично. Это собственно и есть вся техника. Задача, как любая другая практика, ее надо отработать. И тогда у вас получится вот эта плавность. Для того, чтобы получилась волна, мы не просто переключаем напряжение с одного отдела на другой, а мы соединяем плавность, придаем плавность. Чем больше мышц у вас будет вовлечено, мышечных волокон вовлечено в это движение, тем более плавным оно у вас будет. Сначала оно будет таким деревянным, как со ступеньки на ступеньку перескочило, а потом все больше будет волокон вовлекаться и движение будет струиться сверху вниз. Соединяем все эти движения. И у нас, смотрите, мы не работаем спиной, мы работаем, мы спинку зафиксировали, ее даже можно немножко округлить, чтобы она расслабилась и зафиксировалась. И пробуем соединить все эти движения. Чем чаще и больше вы отрабатываете belly roll, тем плавнее он у вас получается и краше. Ну это понятно, это практика телесная. Здесь чем дольше, тем лучше, чем больше, тем качественней. С дыханием мы эту практику не синхронизируем, здесь не надо делать вдох-выдох, потому что здесь мышечное напряжение, расслабление, оно передается, перетекает сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Заметьте, что когда у нас напрягается одна часть тела, противоположная у нас прям надувается, а средняя в таком более-менее нейтральном состоянии. Затем, когда мы напряжение передаем в среднюю, у нас больше расслабляется сверху и уже меньше надуто снизу. И затем, когда у нас напряжение переходит в нижнюю часть живота, у нас уже верхушечка надувается. И вот на таком контрасте у вас видно эту волну, она становится вообще визуально видной и она создает вот это вот движение в животе. Представьте такой матрас водный, вот на него если руки положить, то с одной руки на другой движение передается, но оно передается через какую-то среднюю часть. И мы видим волну вот эту, да? То есть вот представьте, ваши ручки лежат на матрасе, на каком-то водном допустим, да? И вот вы как кошечка давите, и у вас волна то сюда, то туда. Точно так же и в животе. Мы глазками видим волну, и в животе у нас тоже происходит движение. И таким образом мы делаем самомассаж уже без участия даже наших рук. То есть только за счет движения наших мышц мы с вами воздействуем на лимфатические сосуды. Потому что как раз здесь под диафрагмой находится цистерна пике. Это такое место расширения. Здесь соединяются протоки сосуды лимфатические с двух конечностей. Они соединяются в один. И вот здесь они как раз в цистерне пике расширяются. И когда у нас работает диафрагма, мы таким образом воздействуем на эту цистерну. И как насосиком качаем лимфу с наших ног. А лимфа у нас двигается только за счет движения мышечной ткани. Поэтому смотрите, какой я вам дала классный инструмент для того, чтобы через вот эти техники животом воздействовать на диафрагму, воздействовать на лимфатическую систему и воздействовать на пищеварительную систему. Практикуйте! Желаю вам, чтобы у вас все получилось, чтобы у вас было все красиво, чтобы у вас было все продуктивно, эффективно, чтобы у вас заработал животик, чтобы у вас с ним наладилась связь, чтобы вы с ним подружились. Отрабатывайте техники. И до встречи на следующем уроке. Всем пока!